Всем привет, мои дорогие зрители моего канала, подписчики блога. Вы меня просили рассказать о первых днях жизни в Японии, о том, как это чувствуется, как вообще воспринимается Япония в первые дни пребывания в ней. Я до этого рассказывал про знакомство родителями, знакомство Аки. И, конечно, именно из этого сюжета вытекло то, что многие как раз-таки попросили. А вот расскажи, как по-первыхой. Коммент этот, наверное, достаточно количества лайков, там, по-моему, около 40. И я решил, ну, рассказать. Это, конечно, немного, но всё-таки есть как-то вес. Ну, ладно. Ещё раз предупреждаю, что может быть много слов-паразитов, неценурная лексика, я могу запинаться, заикаться, сюжета никакого нет, сценария тоже нет, текст не заучивал. Потому что личные опыты жизни. Первое время, значит, началось всё с прилёта, конечно, в аэропорту. В аэропорту я никогда в своей жизни, вот из моих поездок за границу или в какие-то такие-то лёгкие места, другие города, я никогда не носил с собой такое количество чемоданов и сумок, которые я носил в этот раз в Японии, при поездке в Японию. То есть я с собой нёс, вёс, точнее, не нёс, а вёс два чемодана, на которых стояло сверху так ещё по две сумки, ещё у меня был рюкзак. Все вместе эти чемоданы-сумки, они, наверное, весили килограмм сто, и ещё рюкзак весил килограмм сорок. Такой тяжести я вообще никогда никуда не носил вообще в своей жизни. У Аки было просто что-то с собой, как-то один чемодан и сумка, вот я помню. Первое время, как мы были в аэропорту, у нас постоянно чемоданы выскакивали из рук. Как-то был такой случай, что мы поднимались по лестнице, нам нужно было поднять в русском аэропорту. Один из чемоданов упал и раскрылся, то есть это было, мягко говоря, что это был позор, плюс ещё нам это было дико неудобно, потому что с этими чажестями мне нужно было бежать с этим рюкзаком вниз, потому что снимать это неудобно, чтобы было вообще просто. Я вот это вспоминаю, это был ужаснейший, один из ужаснейших дней в моей жизни. Но всё было прикольно, у нас было много денег. То есть мы на просто вот какие-то снеки перекусили в аэропортов, у нас было несколько тысяч рублей, что-то в таком духе, там 5-6 тысяч рублей, там даже 7, вот просто там салатиком. И мы не щадили этих денег, потому что всё равно как-то они такие, что ли сказать, лишние, и поменять их тоже не было никакого возможности потом уже в Японии. Поэтому мы их тратили так вообще, субботно. Когда уже прилетели в аэропорт, вот ощущение от аэропорта, от Нориты, ну если честно, я подумал, что московский аэропорт, он реально больше, намного. То есть вот это, знаете, наша зона дьюти-фри, наши вот эти терминалы московские, они просто, они огромные. Ну, Норита он большой, конечно, большой, но вот лично мне показалось, это я ещё раз предупреждаю, это сугубо моя индивидуальная личная точка зрения, не претендующая ни на какую истину в конечной станции, то есть у всех свои ощущения. По моим ощущениям, по моему видению, наш русский аэропорт, он по размаху намного серьёзнее, нежели японский, хотя японский мне показался большим. Ну, каким-то таким, ну не очень, ну просто такой, прикольно. Что дальше? Дальше нам, значит, надо было ехать в город, в Токио, то есть в отель. Потому что после отеля мы планировали поехать в Сизоку сразу после отеля. Значит, сели мы в автобус, загрузились, и я уже начал осматривать. Первое, что, естественно, конечно, увидел, это венди-машин, автомат с напитками. И сразу же я должен был купить, естественно, настоящий японский напиток, покори-свит. И знакомство с Японией начинается именно с него. Потому что этот автомат, этот напиток, ты должен его глотнуть, как, вы знаете, как квас в России, или как кола в Америке, и почувствовать себя в Японии. В общем, я купил себе покори, купил какую-то воды, попил это и сел в автобус. Мои ощущения. Еду я в автобусе, я дико устал, у меня был стресс. Сейчас я еще забыл один момент. У меня, знаете, как я приехал в Японию, начался ужасный стресс. Прямо вот до зуда какой-то вот. Знаете, вот это вот как, если кошку рядом с пылесосом посадить, с включенным, я думаю, она будет испытывать какое-то прям такое же ощущение, которое я испытывал в тот момент, когда именно прилетел непосредственно в Японию. И так вот, да, паспортный контроль мне очень не понравился, потому что эта женщина, которая там стояла, проверяла документы и брала у меня отпечаток пальцев, она вообще практически не знала английского языка, и она все таки... Я думаю, че, что... У меня было такое галюное настроение, просто ужасное. Я стоял на нее смотрел, и такой, давай быстрее, я про себя думал, что ты там возишься. И она там что-то там... Короче, приложите сюда палец. И с этого начался вот мой такой стресс какой-то. И вот я положил палец, там прошел, Аки говорил. Вот Аки в этот момент была очень веселая такая, Волочка, ты в Японии, ты это можешь себе представить? Я такой, да, да, я в Японии. Но мне почему-то я вообще не испытал никакой радости. У меня был этот стресс, подавленность, херовое почему-то абсолютно настроение. После 16-часового прилета, дальше, значит, автобус, да. Вот я еду в автобусе, что я вижу? Аккуратно убранные территории вокруг самого аэропорта, аккуратно высаженные деревья, кустики, травинки. То есть такое состоится впечатление, что все сделано так, как, вы знаете, в игре, там, Майнкрафт или Симс, или какой-то вот такой игре, где у тебя редактор карт, и ты вот выбираешь, какие дорожки там делать, и знаете, как парк развлечений, какую-то траву садить, какие вот светильники ставить. И вот каждая травинка, она вот так подогнана, мне показалось это жутко неестественным, каким-то психоделическим мультиком, какой-то компьютерной игрой, как будто я попал в какой-то, вот знаете, какой-то Марио какой-то или что-то, такой вот, Марио 3D. И вот я еду в этом автобусе, вроде все так чисто, хорошо все, но очень как-то противоестественно. Что-то такое... Далее, я уже, ну мы подъехали к Токио, подъезжаем к Токио, и я вот смотрю в окно, вижу, да, небоскрю, такие, уууу, вот это, понял, и мегаполис, там, все такое. Но в этот момент началось такое опять отражение, что это все против как-то человека, что у тебя огромные мосты, какие-то здания, что все как-то заставляет что-то в тебе как-то так переворачиваться, как-то, ну что-то дискомфорт какой-то, ну неприятно мне это было. Вот. То есть, с одной стороны, стресс, усталость, напряженность, чувство вот этой противоестественности, а с другой стороны, конечно, живой интерес. Живой интерес от этой культуры, но он придавлен вот этими всеми слоями негативных эмоций таких, которые я испытывал на тот момент. В общем, мне показалось очень такими, такими джунглями, каменными. Естественно, еще когда приехал со всеми этими сумками, естественно, все японцы, они не на тебя смотрят, они абсолютно в своей одежде местной, на своих велосипедах, тут какой-то непонятный гейдзин, там, с белыми волосами, какой-то сумками, там, ну то есть, ну как-то так дискомфортно было первое время. Ну, подали отель, был отель очень комфортный, приятный, прикольный, но вот это само чувство, вот этого стресса и противоестественности, оно буквально у меня прошло недавно. То есть, я не буду говорить весь цикл своей жизни, вот это за два года, где там я работал, и так далее, это я уже говорил в предыдущих видео, просто я могу сказать, что вот это ощущение такой чужеродности, неприятия этой атмосферы, неприятия, как бы, всех этих зданий, форм, архитектуры, оно прошло буквально вот недавно, совсем, у меня, может, месяц назад или два, я остался чувствовать, ну, как бы, в своей тарелке. Также люди, большие скопления людей, они реально меня напрягали, очень сильно, то есть, совсем недавно я так же, у меня такая штука произошла, что, как вот тумблер в голове такой выключается, что ты выходишь на улицу, и когда такие большие массы, просто что-то у тебя щелкает, и они для тебя исчезают просто. Ты идешь, у тебя какая-то своя цель, у тебя какой-то вот свой, есть локейшинг, до которого тебе нужно дойти, что-то сделать, выполнить квест, либо ты гуляешь с другом, подругой, и то, что вокруг, тебе вообще никак. У тебя есть точка назначения, из пункта А в пункт Б, и тебе больше ничто вот не касается. Вот примерно такое произошло, произошли изменения такие со мной, вот, в последнее время. Вот так, что я могу сказать по этому поводу? Это лично моя точка зрения, я никому не говорю, там, что это так и есть, я уверен, что если человек какой-то турист, и он приезжает в Японию, ему, конечно, все по-другому может казаться, что это вообще рай неземной, там, да, вот, и что, а, прям. Естественно, было много позитивных моментов, у меня в жизни в Японии, так вот, в общем, очень много встречалось, конечно, но они не могли дать мне прям, вот, как бы, такое, знаете, состояние такого вот, что ты именно счастлив, что у тебя все просто нормально, у тебя хорошо, вот, не знаю, может, я как-то еще привык, знаете, к русским, вот таким, мне нужно, чтобы все было грязное, какое-то, чтобы хабарики везде валялись, шатались пьяницы, стояли грязные и вонючие помойки, и тогда бы я был счастливый парень, наверное, может, поэтому, не знаю, да, может быть, потому что мы вот разные, и вот как-то вот, знаете, не важно, да, там, не важно абсолютно, какой ты человек, ну, я думаю, что и в каком-нибудь, там, в раю чуваку из Мордора было бы не очень весело, и так же человек, который из рая, и попал бы в Мордор, ему там было бы ужасно себя ощущать, не важно, то есть, да, какой ты, что ты любишь, может быть, вот эти все изменения, они вот так, знаете, влияют на людей, что они себя так начинают чувствовать, сложно сказать, что еще можно дополнить, первое время Сизоки, в Сизоке, я чувствовал себя проще намного, чем в Токио, потому что народу меньше, расстояние, в принципе, больше, вот, но там люди больше, такие, как бы сказать, диковатые, в Токио привыкли к иностранцам, а в Сизоке, ну, как бы так сказать, вообще такого нет, и поэтому чаще смотрят, чаще как-то, но там я чувствовал себя свободнее, и у меня было больше возможности заниматься спортом, и себя развивать, там была спортплощадка, там турники и прочее, а в Японии эти спортзалы, я их не очень люблю, там, тем более, просить японца тебя подстраховать, как тоже, вот, что еще рассказать, насчет первого времени, первого времени, я очень много тратил в пустую денег, я вот советую тех, кто приедет в Японию, у кого есть много денег, не обольщайтесь, не начинайте покупать все вот так подряд, здесь очень много товаров, которые, ну, вот, в России, то лучше, если честно, все эти вот эти маленькие конфетки, жвачки какие-то, брелочки какие-то, этого в Японии, этого гавана, они будут появляться, сменяться, тысячами, эти акции, всякие рекламные кампании, они просто идут, одни за одной, каждую неделю, выходят разные виды напитков, то есть, за этой модой, вообще, не стоит гнаться, то есть, как-то вот, что я, типа, вот, если сейчас что-то не попробую, потом этого больше никогда не будет, нет, этого точно не надо делать, так что я могу сказать, первое мое,